Здравствуйте, да, действительно, программа «Особое мнение». Я Марина Королёва, напротив, политолог Станислав Белковский. Здравствуйте, Станислав. Совсем не против. Добрый вечер. Большинство вопросов наших слушателей, ну, то есть подавляющее, большинство, которые пришли на сайт «Эхо Москвы», они, конечно, связаны с тем, что происходил в Минске. Но я хотела бы начать немного не с этого, а с тем, что вроде бы напрямую с Минском и с Украиной вообще не связано. С электорального рейтинга Путина он достиг максимума с 2008 года, составил 74%. И это данные опроса, которые опубликовал ФОМ, фонд «Общественное мнение». И я вас хочу спросить, так как меня спросил на днях один таксист. Вот он говорит, объясните мне, пожалуйста, как так может быть, что всё плохо вроде бы, и цены растут, и кризис у нас, и безработица надвигается, а Путин молодец, а вот его любят. Вот объясните. Ну, это последняя конвульсия этого строя, мне кажется. Сама стратегия Путина абсолютно очевидна. Это объединить народ вокруг идеи противостояния общему врагу. И он достаточно эффективно противостоит этому общему врагу. Почему нет? Подождите, то есть это связано всё-таки с тем, что происходит на Украине? Вот этот рост рейтинга на 2% еще. Слишком просто было бы объяснять это происходящее на Украине. Происходит в нашей главе. Понимаете, смерть в известной степени лучше жизни. Жизнь – это очень тяжелое занятие, которым ты должен заниматься постоянно и сверять себя с часами этой жизни. В том числе есть какие-то критические параметры жизни, не так ли? Это вы к чему? Сейчас я вам скажу, к чему. К тому, что после распада Советского Союза Российская Федерация... Ведь Российская Федерация была в оппозиции к Советскому Союзу. И Борис Николаевич Ельцин пришел к власти именно благодаря распаду империи, а не в силу ее существования. Ну, так получилось. Хотя Ельцин считается национал-предателем, как и я, например. Ну, он просто гигантский, великий национал-предатель, а я, в общем, маленький и ничтожный. Но мы с ним находимся в одном смысле в одной из социальных стратей. С точки зрения сегодняшнего мейнстрима. Именно Ельцин обеспечивал Российской Федерацией сохранение кресло постоянного Совета Безопасности ООН и ядерного оружия. Но, несмотря на... И поэтому он обеспечил формальное правоприемство по отношению к Советскому Союзу. Но государство Российской Федерации родилось в борьбе с Советским Союзом. Да, нынешние границы, конечно. И нынешняя Российская Федерация – это абсолютно антисоветское государство. Советский Союз строился на нескольких базовых величинах. Первое господство – единой идеологии. В Российской Федерации этого нет. В Российской Федерации нет никакой идеологии, кроме самой идеи потребления, которая не может считаться идеологией в просвеченческом смысле этого слова. Но хотя на наших глазах её вроде бы пытаются построить путём ограничений разнообразных и запретов. Пытаются устроить вакханалию на тему, а как бы нам что-нибудь придумать. Сейчас мы к этому придём. Но не идеологию, потому что никакой идеологии никак не было, так и нет. Да, собственно, как шубохранилище было, так оно остаётся. Никуда не девается, правда? Советский Союз строился на автарке, то есть на принципиальной независимости во всех сетях экономики от внешних сил. Российская Федерация, напротив, строится полностью на интеграции во внешний мир, и именно поэтому санкции Запада против неё столь чувствительны. Но сейчас санкции и антисанкции нас тоже подталкивают вроде бы к чему? К автарке. Она невозможна. Невозможна. Ну, понимаете, я системный программист по образованию, и мы год назад ещё с Алексеем Алексеевичем Эдиктом в этой студии это обсуждали, никакое импортозамещение невозможно, потому что вы без технологий не можете жить. А вы не можете разрабатывать технологии, если вы много лет не занимались их воспроизводством. Только люди с гуманитарным образованием могут считать, что технологии легко создать. Вот как мы с вами, например, да? А люди с техническим образованием так не считают. Если технология не воспроизводится раз в год, то она умирает. Хорошо, идеология, автаркия. Да. Третье, Советская Федерация строилась на достаточно низком уровне коррупции и на примате военно-промышленного комплекса. РФ строится ровно наобратно. Строилась изначально, с момента своего создания. На высоком уровне коррупции, на примате сырьевого комплекса, а не военно-промышленного. На полной интеграции во внешний мир. И поэтому она не является проприемником СССР по сути. Но вместе с тем, формальная проприемия существует. И вот это шизофреническое противоречие, которое существует в коллективном мозгу Российской Федерации. И приводит к выносу этого коллективного мозга. Но как это связано с рейтингом Путина, например? С рейтингом Путина это связано так, что, с одной стороны, Владимир Владимирович был проводником Российской Федерации. Он наследник Бориса Ельца, он бережет Россию. С другой стороны, в какой-то момент он понял, что он не в состоянии создать на этой почве более ничего. Это связано... Мы пришли к этому с темы смерти и жизни. Он не может построить новую государственность на этой почве. Это очень сложно. Он долгие годы пытался интегрироваться в западный мир. В какой-то момент он понял, что западный мир его не принимает. Это же ужасно, правда? Причем западный мир не принимает его по вполне понятным причинам. Потому что все эти ценности коррупции, легализации доходов на Западе не очень близки Западу. А Путин и его элиты хотят сказать, что нет, вы врете, вы лжете, вы лицемеры. Вы, конечно, очень хотите наших денег. И вы их потребляете в огромных количествах, что Путин говорил в Мюнхенской речи 2007 года. Ну, просто вы не хотите нас принимать, потому что вы не хотите полюбить нас черненькими, а беленькими у нас всякие полюбят. И вот начались жуткие метания. И эти метания, в конечном счете, сводятся к следующему. Что давайте мы умрем. Вот ядерная война – это лучше, чем мир. Вот это то, к чему сегодня Российская Федерация приближается. Потому что не все, мне кажется, понимают, что происходит в этой выдающейся голове, Владимир Владимирович. А происходит в ней следующее, что поскольку меня никто не принимает… Подождите, давайте я умру или давайте мы все умрем? Все. Мы все умрем. Наш корабль пойдет на дно. Потому что разница между жизнью и смертью не только нет, смерть лучше жизни. Достоевщина какая-то. Нет, это не достоевщина. Мы не смогли устроить достоевского семечка по-другому, как филолог Филогова. Мы можем это пообсуждать, если у вас будет такое желание и время за счет радиослушателей. В нашей жизни умереть нетрудно, сделать жизнь значительно трудней, как сказал поэт Владимир Владимирович Маяковский в своем стихотворении. То есть Россия в лице Владимира Путина не знает, что ей дальше делать и предпочитает смерть жизни, так что ли? Она провоцирует гибель. Вот это то, что происходит сегодня с Путиным и его режимом. Ну, с другой стороны, подождите, мы сейчас с вами дойдем до того, что происходило в Минске, и там все-таки это не очень похоже на как-то стремление умереть, с другой стороны. Но вот вы мне все-таки ответьте на вопрос, вот у нас немножко минуты до перерыва. Вот рейтинг Путина-то все-таки, еще раз, здесь кризис, здесь все плохо, у нас, здесь с вами. Цены растут, мы это видим каждый день. И при этом рейтинг Путина растет тоже вместе с ценами. Как это может быть? Разумеется, это абсолютно объяснимо. Рейтинг смерти всегда выше рейтинга жизни. Путин объяснил русскому народу, что если ты рывай русский народ, ты не можешь обустроить собственную жизнь, то я дам тебе оправдание. Это оправдание смерти. Все. Путем ядерной войны, что вы имеете в виду? Ну, неважно каким. Вот, условно говоря, человек не в состоянии, там, сделать карьеру. Как же он объяснит о своей неспособности сделать карьеру? Ну, конечно, проискиваем врагов. Ну, например, вот он... Ну да, ну да, не хотят продвигать. Да, учителем русского языка, и вдруг какие-то враги, например, евреи. Да, прервали его карьеру, потому что он сам не еврей. И тут появляется некий внешний игрок, который говорит, знаешь, старик, вот это жизнь так устроена, что тебе не дадут сделать карьеру, потому что ты еврей. Да, лучше умрёй. Ну и что, тогда яду, что ли? Яду мне яду, да. Яду, яду, что это интересный разговор, я не хочу его просто так бросать, вот про то, что вот давайте, давайте, давайте мы все умрём. Ну, допустим, представим себе, что один человек на самом верху говорит себе, да, вот жизнь мне не мыла. Но, во-первых, я уж не говорю про всю страну, которая огромна, а во-вторых, есть люди, которые, что называется, составляют непосредственное окружение. Ну что, не то, что все хотят умирать? Нет, не все. Если мы почитаем интервью Тимченко, Геннадия Николаевича и других представителей ближайшего окружения Путина, мы увидим, что они его весьма критически настроены к тому, что происходит. Тимченко очень переживает по поводу своих винных погребов в Швейцарии. А Аркадий Ротендарк, например, очень трагически произносит, что мост в Крым, видимо, это мой последний проект, хотя ему всего 60 с небольшим. Ну и хорошо, смотрите, есть много людей, которые не хотят ни умирать, ни как-то там портить свою жизнь дальше. Значит, существует элита. Вот вас тут спрашивают, например, а что, во-первых, помешало Путину интегрироваться в Европу? Элита, но ведь нынешнюю элиту создал он сам. И как эта элита влияет и может влиять, скажем, на Владимира Путина, если может? Элиту создал не он сам, он является, наоборот, ее порождением. Элита Вазикова в 90-е годы. И она исходила из того, что утилизация советского наследства позволит ей легализоваться на Западе. Долгие годы так и было. И Владимир Путин был гарантом этой легализации. Но в какой-то момент, когда он ощутил себя, как мне представляется, самым великим политическим и государственным деятелем мира, и, кроме того, ключевой фигурой российской истории, несключая пару лет назад он сказал в заседании Российского исторического общества, что многие россияне считают нынешний период существования нашей страны самым успешным за всю историю. Что он имел в виду? Что? Ну, что он круче, чем Петр Первый, Екатерина Вторая, Ленин, Сталин. Ну, представьте, вот сидит себе человек, да? Обычный, простой быватель. Потом он неожиданно оказывается президентом Российской Федерации и долго ощиплет себя за все мягкие части тела, чтобы ощутить, что это не ошибка. А потом он Петр Первый, Екатерина Вторая, Ленин и Сталин в одном лице. Не приводит ли так с носу башни, так называемого? Я имею в виду не кремлевские башни. Вот приводит. Ну, а потом что, суицидальное настроение, что ли? Вот к чему это? А дальше он изоморфен в вечности. Ну, как, он пытался интегрировать российские элиты и себя в Европу. Европа и Америка приложили его, к сожалению, морды об стол. В его понимании. Потому что они пытались ему тактично и деликатно объяснить, что там есть некие ценности. Ну, типа, что нельзя воровать, там нельзя убивать. На что он сознательно и бессознательно объяснил, что нет, никаких ценностей нет. Потому что вы же сами воруете, вы же сами убиваете. И мы воруем и убиваем. Давайте как-нибудь договоримся о том, что мы все вместе воруем и убиваем. Просто не будем об этом говорить никому другим. Вот, не будем широко распространять эту версию. Пусть она останется только для нас. И мы же с вами идем к вам, прошу прощения, с триллионами нефтедолларов, нефтегазодолларов, а не с танками, как он говорил в Мюнхенской речи 2007 года. Но нет, проклятый Запад никак не хотел нас принимать. И вот кульминация свершилась, конечно, в начале 2014-го прошлого года. Ровно год назад была устроена Олимпиада в Сочи. Она была устроена, чтобы порадовать Запад. Никто не приехал ни на открытие, ни на закрытие. Ни один чертов Обама не приехал. Но сейчас вы скажете, что это вот просто обида. Да. И 22 февраля, накануне закрытия Олимпиады в Сочи, проклятые американцы, черт бы их попрал, устроили государственный антиконституционный переворот на Украине с одной единственной целью – приложить высочайшим лицом Владимира Ивановича Путина о стол мировой истории. И что оставалось делать после этого? Только заявить, что, ребят, мы с вами больше не друзья. Никогда. Нас кинули и обманули. Но мы не можем вас переиграть в мирной игре, поскольку Америка и Европа являются экспортерами определенных образцов стандартов и стереотипов, которые занимает весь мир. Айпеды, айфоны, модель демократии, правда? Права человека, так называемые. Все же это экспортируется оттуда, и все больше людей, миллиарды людей во всем мире с отвисшей челюстью тянутся к этому делу, чтобы схватить… Это у нас есть калашников. Калашников, кому же не он. Вообще российские вооруженные силы – это полный труп. Ну ладно. Нет, вот, понимаете, давайте посмотрим на… Это все продукт пиара. Еще три года назад, четыре года назад, все знали, что российские вооруженные силы – это полный труп. Потом просто поменялась пиар-доктрина. В российских вооруженных силах нет ни одного вида вооружения, которое было разработано позже, чем 30 лет назад. О чем говорить? О чем говорить? Ну, это все неконкурентоспособность в принципе. Хорошо, вот я вас хочу вернуть снова к тому, о чем вы говорили. Значит, давайте теперь немножко прокрутим вот эту всю историю, которая связана с Украиной, с Востоком Украины, с Крымом и так далее. Да, давайте прокрутим. Которую называют сейчас «Минск-2». Вот мы пришли туда. Смотрите. О чем уже не говорит, везде, отовсюду слышно только Путин. У всех на устах его имя. Слава Богу. Да. Слава Богу. Вот. Вас спрашивают по этому поводу наши слушатели. Так что, Путин снова всех переиграл? Путин, наконец, удовлетворен? Ведь ему столько внимания оказали мировые лидеры. Все теперь собираются только, чтобы решать эту проблему. В известной степени, да, он к этому и стремился, да. В тактическом смысле он всех переиграл. Как школьный хулиган, который, вот, путем воздействия на учителей и одноклассников, добивается того, чтобы вся школа занималась только им. Ну, так вот же. И что всеобщие собрания устроились только по его пути. Допустим, ваша теория справедлива, и это случилось. Это случилось? Да. Ну, все равно, когда-нибудь хулиган отчислят, а школа отчислялся. Потому что школа не может держаться на ценностях хулигана. Держаться все равно прямо в противоположных ценностях. Да, хулигана не отчисляют, потому что не хотят, чтобы он разбил стекла. Ибо стекла ремонтируются за бюджетный счет, а бюджет не резиновый. Так и здесь. Запад очень боится большой войны в Европе. Единственный, кто его может устроить, это Владимир Владимирович. Он это показал на украинском примере. Запад не хочет большой войны. Поэтому он проводит сеанс психотерапии с Владимиром Владимировичем. Мы объясняем, Владимир Владимирович, ты действительно не вшибенно великий. Дорогой мой друг. Ну, ты такой замечательный. Ты просто невероятный. Пожалуйста, не устраивай большой войны. И Владимир Владимирович говорит, да. Поскольку вы сказали, что я не вшибенно великий, я не буду устраивать большой войны. После этого начинается фуршет. Хорошо. А после фуршета? А после фуршета все возвращается на круги свои, когда все проспятся. И становится понятно, что с Владимиром Владимировичем и это Россия. Дело иметь нельзя никогда. Потому что это мрачно агрессивный абсолютно аппендикс современного мира. Но послушайте, какой бы Россия ни была, но дело-то иметь придется. Это же уже понятно. Вот это было понятно. По Минску один, по Минску два. И еще неизвестно, сколько этих мест будет. Чтобы утихомирить эту ситуацию и не устроить четвертые мировые войны, да. Придется иметь дело. Но мы должны понимать, что это все самоубийство. Ну, мы сегодня с вами с темы самоубийства не сходим. Еще 15 лет назад мы были страной, которая могла возглавить движение постсоветского пространства в направлении Европы. Сегодня мы являемся страной, которая может утянуть любую другую страну, своего потенциального или реального партнера, только в могилу. Россия полностью испортила отношения с Украиной, с Белоруссией, с Казахстаном. Она в полном одиночестве. Ну, подождите, с Белоруссией-то почему? Кстати, вот давайте вспомним Александра Лукашенко, как он себя вел во время вот этих всех встреч в Минске. Александр Григорьевич главный выгодоприобретатель этих встреч. А вспомните, его же называли главным диктатором, последним диктатором Европы. Он снял с себя этот сан и передал его Владимиру Владимировичу Путину. Это было важнейшей целью именно самой системы минских встреч, предложенных Александром Григорьевичем, и он своего добился. Теперь он не самый плохой в Европе. Теперь его может Европа и НАТО прижать к любящей груди. Он этого и хотел. Хорошо, я все-таки вас не могу не спросить, этот вопрос задают многие наши слушатели. Все-таки, кто там победил, кто не победил на переговорах в Минске, кого больше нагнули, так выражаются наши слушатели, по итогам переговоров в Минске, Украину или Россию? — На мой взгляд, договоренности в Минске 12 февраля ничем, по сути, не отличаются от договоренностей там же, в Минске же, 19 сентября. — Ну ладно. — А чем они отличаются, Марин? — Ну как? — Скажите, как филологу, скажите, чем они отличаются? — Ну там есть теперь линия разграничения, нужно будет отвезти войска. — И тогда то же самое договоренность. — В конце концов договорились не о федерализации, но о чем? Децентрализации? — И тогда о децентрализации. Нет, все абсолютно один в один, абсолютно один в один. Разница только в одном. Что на этот раз присутствовали лидеры четырех крупных государств — Германии, Франции, России, Украины. И они, хотя не подписали эти договоренности, но как бы кивнули, что они с ними согласны. — Политолог Станислава Белковского. Давайте напомню еще раз. В Твиттере есть аккаунт вызван, и для ваших СМС вопросов плюс семь девятьсот восемьдесят девятьсот семьдесят сорок пять сорок пять. Вот тут Владимир, кстати, по СМС обиделся из Санкт-Петербурга, обиделся за армию. — Владимир из Санкт-Петербурга обиделся за то, что... Никто не ценит тех договоренностей, которые он достиг в Минске вчера. Нет, это другое. Владимир, надо думать, он обиделся за российскую армию. Потому что вот он вам пишет, ведь даже Запад признал боеспособность российской армии. Это что, чтобы утешить самолюбие Путина? А статьи в западных СМИ тоже для этого? Да, конечно. Статьи в западных СМИ, чтобы увеличить сигнования на вооружённые силы западных стран. А, вот так вот, прагматикой? Конечно, абсолютно. Хорошо. Ещё вопрос, о котором мы с вами так вскользь сказали, и вы, собственно, упомянули, что действительно никто из больших руководителей этот мирный документ в Минске не подписал. А вот вас спрашивают, а почему? Потому что никто не хочет брать на себя ответственность за этот полнейший фейк. Смотрите, есть документ, да? Вот, допустим. Давайте представим такую бытовую сценку. Мы подписываем некий документ, решающий судьбу радиостанции «Эхо Москвы». Его подписывает охранник, сидящий внизу. Я, официант из соседнего бара и таксист, которого мы заставили на стоянке. Впечатляет. В какой степени этот документ будет влиять на судьбу радиостанции «Эхо Москвы» и обязывать его стороны к выполнению своих обязательств. Вот минские договорённости – это именно оно. Его подписали, не имея ещё никаких полномочий, бывший президент при всём к неуважении Леонид Кучма, российский посол Зурабов при том, что Россия отрицает своё участие в конфликте, представитель ОБСЕ, гражданка Швейцарии Хайда Тольявиня, и господа Захарченко и Плотницкий, напротив которых даже не начертан их должностей. Кто они такие, непонятно. Ну, они хотя бы непосредственные участники процесса. В документе не написано, кто они такие. Вот я с таким успехом могу подойти, свою подпись там тоже поставить. И это будет иметь такую же юридическую силу, как подпись Захарченко и Плотницкого. То есть это полнейший фейк, абсолютный, нацеленный только на дно. Утихомерить войну в Европе right now, что называется. Прямо сейчас. А через несколько дней она начнётся по новой. То есть вы считаете, что договорённости эти соблюдаться просто не будут? Нет. Потому что их нет. Их не подписали люди, которые имеют хоть какие-то не было права. Хорошо. И возможности влияния на эту ситуацию. Представим себе, что это подписал бы, например, Владимир Путин. Но как он может подписать, если он не считается официально стороной в конфликте? В вашем вопросе содержится и ответ. Владимир Путин послал нафиг эти договорённости. По факту своего неучастия в подписании каких бы то ни было документов по результатам Минской встречи. Хорошо. Тогда ещё раз снова вернёмся к исходной точке. Тогда в чём смысл был вообще там собираться, встречаться, договариваться? Смысл был вообще. Смотрите. Европа до примерно первой половины января считала, что можно как-то утихомирить Владимира Владимировича такими гомеопатическими средствами. Был отменён саммит в Астане 15 января, о чём я имел честь говорить в этой истории, что это приведёт, безусловно, к обострению ситуации. Оно привело, потому что для Путина очень важно постоянно находиться в прямом диалоге с Западом и чувствовать, что он является участником этого диалога. Что он равен Обаме и Меркеле, но никак не меньше. Ну, он тоже там путается под ногами, но это уже какой-то клоун, в случае её не Путина. Ну, просто потому что всегда нужен клоун, чтобы как-то, или нужен шут, чтобы как-то к королю Леру подвести Гамлету или наоборот. Паскорническая роль шута от мировой литературы весьма велика. Саммит отменили в Астане. Не пригласили Путина на 70-летие освобождения Освенцева. Сразу началась снова война. И сложилось впечатление, что, в общем, война и будет нарастать, пока с Владимиром Путином не выйдут на прямые переговоры. Ну, вот вышли. Вышли. Всё. Результат ноль. Ну, ноль. Понимаете? Это вот... Ну, подождите, ещё не вечер, не 15 февраля и даже не 16. Посмотрим. Да. Но я усоверяю, что это всё, во-первых, это всё продлится недолго. Кроме того, почему 15 февраля? А почему вот не вчера нельзя было прекратить боевые действия? А потому что нужно взять город Дебальцево, который является ключевым узловым пунктом в коммуникациях Донецкой и Луганской области. Я думаю, что до нуля часов 15 февраля, и особенно в день всех влюблённых, день Святого Валентина, а вы знаете, что Святой Валентина является православным святым, как бы там всякие клирикалы и ортодоксы не утверждали, в этот день Дебальцево возьмут. После этого наступит непродолжительный мир. Вопрос от Ильи из Ярославля. Я пока никак не комментирую, я продолжаю идти по вопросам. Вот почему, на мой взгляд, Соединённые Штаты не принимают участие в переговорах? Это что, нежелание разговаривать именно с Путиным? Да, потому что Барак Обама не держит Владимира Ивановича Путина за человека. Он считает его некой заокеанской функцией, таким кентавром, как называется, сферический конь в вакууме. Да, Путин это очень не любит. Именно поэтому, собственно, он раскрощивает тему, какой Обам плохой. Путин, важнейшая задача Путина, это ввести Обаму на прямые переговоры с собой Путиным. На что Путин отвечает, дорогой Путин, на что Обама отвечает, дорогой Путин, Советский Союз проиграл холодную войну. Твои претензии, ваши, Владимир Иванович, претензии на то, что вы можете решать судьбу мира, никак не коррелируют с этим обстоятельством, которое является непреложным фактом мировой истории. Но вы сейчас так договоритесь, до того, что война будет продолжаться, пока Путин не выманит Обаму на прямые переговоры. Война будет продолжаться, пока Путин не утолит свое самолюбие. А где предел? Его нет. То есть мы с вами видели уже, как все приехали в Минск. Ко все Обамы там не было? Обамы не было. Договоренности нет никаких, потому что нет подписи людей, которые реально решают вопросы. Если ни за Украину, ни за Россию, никто не подписался. Правда? Ну да или нет? Ну да. Как говорит Владимир Иванович Путин в таких случаях? Ну да, не подписался. Где договоренности? Причем согласитесь, что и Меркель, и даже Ланд, и Путин просто проигнорировали возможность подписаться под чем-нибудь. Означает ли, что эти договоренности есть? Нет. Возвращаемся к моей модели решения судьбы Москвы, с помощью охранника и таксиста. Они обнародованы договоренностью, они произнесены вслух перед всем миром. Да. Даны обещания. А чьи подписи же стоят под договоренностью? А как может стоять, как может стоять подпись Путина, если он не является стороной конфликта по всеобщему признанию? Опять же, в вашем вопросе найдешься ответ. Нет. Путин избежал признания себя стороной конфликта, хотя он является главным политико-экономическим и силовым спонсором войны. Все. Значит, он ни за что не отвечает. Кто, Захаршенко и Плотницкий будут отвечать за прекращение войны с одной стороны, а Кучма и Хайди Тельевини с другой? Не смешно ли это несколько? Это не было бы смешно, если бы мне от 7 тысяч до 50 тысяч трупов. 7 тысяч по официальным данным, а 50 тысяч по данным германской разведки БНД. Которая уже принесла эта война за почти год. А в остальном это несерьезно. Серьезны только трупы. А вот все остальное, когда Захаршенко и Плотницкий что-то там подписывают, подписывают договоренности, достигнутые Кучм Путиным, Меркель и Ландом, это все говорит о том, что никаких договоренностей нет. Война завтра начнется по новой. И мы должны смотреть этой правде абсолютно прямо в лицо. Если она снова начнется, то следующий вопрос нашего слушателя. Даст ли Обама, наконец, оружие Украине? Обама сделает все, чтобы этого избежать. Потому что никто не хочет раздражать Владимира Владимировича Путина. По единственной причине. Понимаете, сделать, к сожалению, укол Галла Перетолова Владимировичу невозможно. Международная архитектура безопасности на это не нацелена. А все остальное означает, что как только американское летальное оружие, то есть смертоносное, окажется на территории Украины, для Путина это будет поводом или для введения официального войска, или для масштабных поставок вооружений, так называемых ДНР и Элленор. Поэтому это тупик. Вот, понимаете, вы задаете мне вопрос, ведь я не несчастный Белковский, который не решает ничего в этой жизни. А на этот вопрос нет ответов у людей, которые решают все, типа Обама и Меркель. Ситуация в тупике, и мы должны это понимать. Вчерашний Минск это просто фейк, чтобы успокоить ситуацию на пару недель. То есть это просто способ выиграть немного времени? Да. Именно так. Со всех сторон? Именно так, да. Это способ выиграть немного времени, потому что невозможно объяснить избирателям ключевых стран Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, почему сияющий город на холме никак не может справиться с этим безобразием. Для чего Кремль держит Савченко? Еще один вопрос от нашего слушателя. Потому что с точки зрения Кремля, где царят абсолютно классические бизнесмены по психологии 21 века, всякий актив должен держаться по тому, чтобы его как-то растроговать. Значит, Савченко собирается на что-то обменять. И Путин считает, что пока еще не достигнуты договоренности об обмене, которые были бы настолько ценные, чтобы Савченко отдать. Вы это серьезно? Что ее будут на что-то обменивать? Ну, понимаете, Савченко является депутатом парламента Украины. Она является первым номером списка партии Батьковщина Юлии Тимошенко на выборах. Она депутат европейского парламента. В этом смысле, ее татус за последние месяцы стимулировало российские власти ее удерживать. Потому что она дорожала как актив. Ее будут на что-то разменивать. Чем дороже Савченко, тем больше актив, который за нее попросят. У нас остается три минуты. Я хочу вас спросить, но это ваша любимая тема, сценария. Вот вас здесь спрашивают, а что можно ожидать в самой России в этом году? В смысле экономики, политики и общества. Вот на три минуты. В экономике абсолютный упадок, потому что Россия идет путем самоизоляции, а сама политика, экономическая модель Россия ее исключает. В обществе будет нарастать раздражение существующей власти, но без каких-то ни было рецептов выхода из ситуации. Потому что общество абсолютно на психологическом уровне смирилось с Владимиром Валерьевичем как в положительном, так и в отрицательном смыслах. То есть раздражение властью, но не Путиным. И властью, и Путиным, вы понимаете, это раздражение, из которого нет выхода. Потому что нет в условиях уничтожения политических институтов и в условиях самоаннигиляции общественных институтов нет никакого варианта, а как же, собственно, избежать-то, как избавиться от Владимира Валерьевича. Нет, никак нельзя. Кроме как путем падения какого-нибудь неотунгусского метеорита. И третье, что... Экономика, политика общества. Ну, собственно, политика, вы сказали. Как учили нас товарищи Сталин и Путин, самые сильные черта русского народа – это терпение. По зороастрийскому гороскопу нынешний цикл русской истории завершается в марте 2017 года. Поэтому терпение. Терпение и еще раз терпение. Ждать осталось недолго. Всего лишь до марта 2017 года. Вот этот зороастрийский гороскоп, боюсь спросить, он вот что предполагает, как спрашивает Елена, и что, будет ядерный удар? Может быть, все что угодно. Но в марте 2017 года сменится вектор развития русской политической истории. Это зороастрийский цикл – 32 года. Предыдущий закончился. В марте 1985-го пришел Горбачев, началась перестройка. Еще 32 года назад умер Сталин. Ну и так далее, и так далее. Дальше можно долго обсуждать. Заметьте, что вы сказали не 2018-й. Нет, март 2017-й сказал не я, а зороастрийские астрологи. А я всего лишь жалкий и мелкий элемент русского народа, который умеет ждать, но не догонять. Ну, собственно, вы уже представились. Мне осталось только имя еще раз назвать для наших слушателей. Станислав Белковский, политолог. Имя осталось неизменно. Я Марина Королева. Всем спасибо, всем счастливо.